Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю очередной бой в режиме «Каждый сам за себя» «Картарианские джунгли». Играю я за «Космодесант», против меня за «Хаос» играет «Пишурин48», за «Некронов» играет «Рашинводка Путинка», за «Тау» играет «Астека», очень сильный игрок, за «Эльдаров» играет «Миксер», еще один «Эльдар Майсит», он был хастом, за «Космодесант» играет «Мистер Христиан», и за «Тау» играет «Лейсбон», «Каждый сам за себя», это не игра 2 на 2 на 2 на 2, 8 игроков, и каждый сам за себя, не люблю я играть в режиме «Каждый сам за себя» на этой карте, потому что игры очень долгие, уже под конец игры начинаешь уставать, Два капера у меня разведы, захватывают точки, я поставил казарму и заказываю себе «Командора». Непосредственно я должен был справиться с «Тау», с «Лейсбоном», который ставит сразу 4 генератора, видимо хочет выйти в быстрый Т2, в технику, в «Невидимок», и очень поздно захватывать свои точки, А я уже прибежал сюда своими разведами, хотел снять ему точки, но вижу, что у него точка не захвачена, и начинаю ее захватывать. Реликтовую точку пока что не стал я захватывать, оставил я второму паку разведчиков, чтобы они захватили, и «Лейсбон» начинается и «Невидимкой» расстреливать моих разведств, а я пофиг сижу, потому что не нанесет значительного урона эта «Невидимка». Подходит сюда мой строитель, я отвлекаю эту «Невидимку». Точка захвачена, он не снимает, я думал он начнет сейчас снимать, и накинул пост, вот, только сейчас. Потому что я был занят, на базе занимался другими делами, сразу «Невидимку» заказал, заказал отряд космодесантников. Присоединяю черепок к космодесантникам, и бегу сюда, разведами дальше продвигаюсь, и вижу еще одну точку не застроенную, удивляюсь, и начинаю ее снимать. Так, бежит сюда мой командор, ничего не вижу, кроме главки, дальше пробегаю. Турель я оставил пока что не застроенным, думаю потом отменю. Так, сверху «Ишурин» разбирается с «Некроном». Ну как, вяло пока что разбираются все. Активно разбираются два «Ильдара», «Миксер» и «Майсид». У «Майсид» дозорные, прокаченные темные «Жнецы». И через «Рейнджеров» играет «Миксер». Ну, давайте смотреть мой «Раж». Так, начинаю расстреливать ловушку, все, ловушка уничтожена. Осмодесантники пополнены, сразу застраиваю посты Таусита. А тут второй пак разведов начинает захватывать реликтовую точку. И снова очередная ловушка. И с краешком просто цепляет эту ловушку, хотя обходил. Видимо, нету прыжка у командира Тау, потому что пешком бегает, космодесантники преследуют. И добиваю командира Тау. Расстрелял рабочего. Хочу уничтожить ему прокаченный наблюдательный пост. Командором иду в ближний бой. Астека строит техническую станцию. Через оружейку играет христиан. В общем, разведами снимаю точку и начинает делать веспидов. Лейсбон. Использую табилку раскидки. Я застраиваю тут турель. Игру по рукопашную разбираюсь с этими веспидами. В принципе, можно с ними разобраться. И турель прокачалась вовремя. И все. Так. Захвачена очередная точка. Застраивается. Перешел я в Т2. Начинаю застраивать термоген. Пост прокачан. А, застроен в смысле. Заказываю что? А, строителя. Потому что не хватает ни строителей. Уничтожаю казарму. Пытался он круто заказать, но очень поздно. Надо было раньше это делать. Если вы оказались на этой базе, на базе, где я нахожусь, то, естественно, то, что вы будете разбираться прямо на Т1. А, если вы окажетесь на базе у мистера Христиана, либо у Астеки, тогда вы сможете протечиться до Т2. И уже атаковать друг друга техникой. Так, видим очень много разведчиков с плазмой у Христиана. Христиан и Астека. Два хороших игрока будут разбираться друг с другом. Так, и снова веспиды от Лейсбона. Также они расстреливаются быстренько. Ломаю генераторы ему. В принципе, можно было не спешить. Я тут занимался уже своими делами. Все-таки достроил я турель. Понадобится на всякий случай. Так, Некрон с Хауситом вообще плохо разбираются друг с другом. В Некрону можно было давным-давно пойти. Просто разобрать этого Хаусита, который течется. Так, а тут два Эльдара неплохо сражаются друг с другом. Так, используют Баншей миксер, чтобы повязать чехоту Майсида. И вполне успешно. Вполне успешно. Редеют войска Майсида. Так, атака Христиана. Мистера Христиана. Начинает ломать техническую станцию. А, Астека нападает на Христиана. Две Барракуды, Веспиды, Командир Тауни, Видимки. И Войны Огня подходят. Редного-то поддержки делает. Так, тем временем на базе уничтожает техническую станцию у Христиан. И возвращается назад. Возвращается назад, чтобы отдефить свою базу. Так, как и Лан выходит. Можно было еще и Биглярия сделать. Летят самолеты. Так, ну а Астека, смотрите, он просто захватил весь центр. Застроил посты. И термоген. Неплохо, неплохо. В общем, я снес тут главку Лейс Бону. Тем временем у меня есть серые рыцари. Так, начинаю переходить в Т-4. Три глайдера уничтожают Барракуду. Но есть невидимки у Астеки. Очень часто за Тау играет Астека. Неплохой Тау. Играет неплохо за Тау. Была еще одна игра, по-моему. Называется, почему ты ноешь, да? Кажется. И вот там также он играл прям против двоих. За Тау. Я в крысу его потом снес. Не давал ему раскачаться. А так игрок, он сильнее меня. Я это признаю. Он не из наших широт. То есть, не ССНГ. Не русскоязычный парень. То ли европейц. Может и... За океаном даже проживает. Ну, отбрасывает... Христиан, войска Астеки. Так, а тут давайте смотреть. Май Сид. Все-таки... Смог он застроить звездные врата на базе его миксера. Рейнджеры сражаются с дозорными, рукопашную. Так, сделал технику. Миксер начинает ломать турели Май Сида. И прогоняет войска Май Сида. Тут видим огненные драконы. Отступают. Тоже в Т2 Май Сид. Но нету технопортала. Т2 Май Сида. Очень много... Точек у... Астеки. Видите, он захватил центр. Получает очень много влияния, энергии. Май Сид видит, что тут Тау стоит и отступает назад. Миксер заново собирается... Своими войсками, видимо, прокачал клинки. Для Баншей. Тут сверху до сих пор стоят Некрон и... Хаусид. У Хаусида, смотрите, 5 крабов. Еще и 6-й. Прилитовую точку захватил Хаусид. Так, у меня есть Ленд Райдер. Есть Командор. Аджея. Я тут не забыл про своих космодесантов, я специально оставил... прокачал им ракетные установки и оставил тут чтобы залетные самолеты всякие не заезжали не залетали впрочем устал я ждать я решил проехаться я был уверен что я прокачался быстрее всех так как ливнул только один начинаю сносить наблюдательный пост хаосита у хаосита 6 крабов так перепрыгнул сюда чернокнижник заряжает обилку тут кутяпа невидимые стоят все они расстреливают мой лендрайдер я пытаюсь убить ему чернокнижника убиваю чернокнижник слишком близко не подхожу остальную пехоту чтобы не попасться под артиллерийских снаряды крабов уже приходится вывести терминатора сразу рубая объем у незвимости расстреливают культяпок начинаю расстреливать крабов лэндом начинаю десантировать дредноутов то он начинает застраиваться болтерами как будто болтеры спасут его в общем уничтожаю краба за крабом потихоньку не крон сюда выдвигается своими войсками все еще центр занимает тал у него 5 барракут усилиться еще сильнее такие стерминаторы у христиана давайте посмотрим как я тут пушу хаосита и направляю дредноутов чтобы сломать ему оплот ереси вяжут моих терминаторов я кидаю орбитальный удар по генераторам хаосита начинаю портоваться терминаторами на другую сторону и не крон заезжает с тыла смотрите своими бессмертными он тоже накидывается на мой лэндрайдер я пытаюсь уничтожить мой лэндрайдер уничтожил я оплот ереси и начинаю уничтожать ему врата машин вырубаю обилку духа машины и отъезжаю скидываю сюда дредноутов скидываю сюда терминаторов заряжаю псю шторм использует обилку поднятия микронов воскрешение микронов но слишком рано он использовал лорд микронов и вот месиво пошло сразу же встречаю войска микронов пещерный паук еще вот микронов убивает терминатора направляем разведчиков сюда так в общем я справился тут вратами машин хаосита но он успел накинуть кулавку тянет время застраиваю реликтовую точку вторую проблемы у христиана у него ресурсов меньше а пишу он хаосит все ливнул я с ним справился я сразу бегу на некрона понимаю что он потратил много некронов чтобы атаковать меня в крысу и он тоже смотрите застроился турелями а миксер пошел на контратаку он против майсита майсит тоже очень опытный эльдар один из сильных эльдаров на этой карте очень часто побеждает он и любит он именно играть в фуфа а не два на два на два на два он был хостом так ломаю я генератор потому что некронский некрон ээээ не генератор турели ломаю потому что некронский турели очень больно бьют врубаю обилку неуязвимости сразу чтобы цепляю всех уничтожаю паука чтобы не мешал так скидываю дредноутов тут скоробей надоели они застраивают турели вот этим мы оставили кучу турель издаю боевой клич командорам лорд некронов не вяжет моих терминаторов ошибка и застраивают еще генератор турели я скидываю орбитальный удар так выходит бессмертный и попадают тут же под орбитальный удар перепрыгнул я тут терминаторами решил этих скоробеев расстрелять они реально надоели застраивать турели тут что-то застряли мои штурмовые терминаторы так пишет мистер христиан джи джи он с россией по моему разговаривают на русском немного такой злой парень но играет отлично играет очень хорошо и вот смотрите астека его слил можно сказать что космодесанту трудно разбираться стал космодесант любит использовать технику дредноут ау тау невидимый антитех который легко разбирается с его дредноутами самолетами и 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 нападает на миксера эльдара барракуды очень неприятными когда их много просто очень больно стреляют также активно используют собак астека смотрю как быстро лорда разбирают они через какой пути играет он через кауи он играет захватывает точки христиана я тут вторую главку набросил еще генераторы набросил на базе начинаю пополнять космодесантников а 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 И вроде только миксер разобрался с Майсидом, напал на него Тал. Прожимает Эльдара Тал, естественно, у него много ресурсов, много пехоты. Продолжение следует... А я совершаю ошибку. Я почему-то стою. Я вот вроде бы смотрел, но не видел сплохи. И вовремя посмотрел. Если я заметил бы, что тут идет война, я бы сразу пошел бы на кого-нибудь. Потому что я знал, что у нас только трое осталось. Я стою и совершаю ошибку. Очень большую ошибку. В данный момент надо было заехать на базу КТАУ. Просто снести все это. Забрать центр у него. И оставить его только с теми войсками, которые есть. Видите, я вот черепком смотрю, что да как. Решил его сюда отправить. Строителей прячет Тастека. Видите, он понимает, что его строители не могут десантироваться. Как-то перепрыгнуть. И начинает прятать их. И влевает миксер. Все. Мы со стекой остаемся один на один на такой большой карте. Сделал ее вести в глайдера буря, чтобы подсветить. Сажаю терминаторов и пошел я. Поехал, скорее всего. Он собирался мою базу протоковать. У меня тут ракетные установки стоят. Пытается повязать моих терминаторов. Но я их прячу. Надо было подвезти сюда эти войска. Я протупил. И нет у меня библиария, кстати. И только понял, что у меня нету библиария. Подвожу сюда черепок. Подсвечиваю невидимых. Расстреливаю их. Подтягивает сюда собак, воинов огня. Я начинаю ломать ему наблюдательный пост. Надо было сразу заезжать к нему на базу, пока он не успел вернуться. Совершил ошибку я. Ну, когда смотришь вот так, да. Кажется, что все легко. Собаки и барракуды просто набрасываются на мой лендрайдер. Подвожу я сюда терминаторов. Вбрасывает орбитальный удар эфирилом. Очень неприятный орбитальный удар. Теряю я свой лендрайдер. Серый рыцарь я отправляю, чтобы повязать или хранитель эфирилом. Теперь разбираю войска мастэки. Теряет он все из войска. Можно было протоковать в данный момент. Пытаюсь перепрыгнуть, но говняный бак. Не перепрыгнули мои терминаторы. Я хотел перепрыгнуть. Расстрелять тут невидимок. Ну, фиг-то там получилось. Заряжаю орбитальный удар. Зря. Я думал, тут войска Тау стоят, возможно. Сам себе перекрываю проход, получается. Выстроил булавку астека. Блин, идеальный момент был. Почему я... Наверное, слишком сильно я боялся астеки. Слишком сильно аккуратничал. Начинаю заказывать воинов огня. Барракуды. Технические станции. Только фига главок. Сбрасываю дредноута, чтобы разобрать ему посты. Так, потерял я, кстати, библиаре. Мне расстреляли его в войны огня. Нет у меня подсвета, видимо. Или есть. Так, небесные лучи. Смотрите, вот что сейчас будет. Отличный снаряд по моей пехоте. Хотела шара. Блин, такой шанс был сейчас. Уничтожит этого Тау. Зайти быстро на базу. Я слишком долго стоял тут. Надо было идти ее, сломать ему базу. В этот момент, пока он не успел вывести техническую станцию. Гребаные. Попадаю. Смотрите, еще и под орбитальный удар. После теряя всю свою пехоту, он зажал меня в этом узком проходе. И расфигачил, как лоха. Ведь у меня сразу мораль уже упала. После такого провала. Такая глупость. Христиан сидел, наверное, думаю. Ой, лошара, космарь. Все. Можно ливать. Сейчас я смотрю. Такой я дурак. В будущем нельзя совершать такую ошибку. Это урок, естественно. После каждой такой игры, вы становитесь еще сильнее. Теперь-то я реванш точно возьму у Астеки. И наспамил Войнов Огня он. Убиваю я Эфирила. Удалось мне Капеллана убить Эфирила. Начинаю скидывать дредноутов, чтобы провязать Войнов Огня. Но невидимки стоят, антитех. Видите, не могу посетить. Невидимок не хватало. На базе начинаю заказывать что-то хоть заказываю я. Заказываю Терминатора. И собаки. Очень неприятные собаки. Барракуды очень много. Блин, как же я не люблю играть в ФФА на этой карте. Хорошо, что он не видит моих разведчиков. И теперь видит следопыты, подсвечиваю. Начинаю расстреливать барракуды. Давай второй расстреливаем. Разбирает мой ленд. Теряю свой ленд. Пытаюсь телепортуюсь своими штурмовыми терминаторами. Спасаю их. Тем временем на базе удар в крыцу. Начинаю ломать ему генераторы. Сколько у него ресурсов, давайте посмотрим. А ресурсов у Астеки хватает, энергии тем более. И у меня, в принципе, тоже много. Заряжаю орбитальный удар. Собаками уничтожил мне пост. Бойными огня продвигается. Тут он решил уже застроиться. Стыдно за себя. Блин, это первая игра была. Брать не буду. Сейчас я... Видите, людей мало очень. Я зашел, смотрю, вариантские джунгли, фуфа. Я обычно на фуфа не захожу. Очень редко захожу. Но решил зайти из-за того, что нету больше людей каток. Зашел. И решил поиграть в фуфа. Пусть будет фуфа. Думаю, подумал. Окей. У меня 4 базы. А я сдаю тал. У меня будет такой шанс снести этого Таусита. Я уже пал духом. Начинаю заниматься фигнёй полным. Вместо того, чтобы собрать войска, занять центр, знаете, застроиться турелями. Я даю пространство Тауситу. И типа всё равно хоть как-то скидываю дредноутов, чтобы... Так, застанил невидимки моего дредноута. Хорошо, что у меня есть черепок. И начинаю разбираться с ними рукопашными. Так, начинает потихоньку он у меня забирать... Базы. Надо было, наверное, использовать дредноут в поддержке и снайперов. Тоже сыграть в крысу. Снова я прилетел. Въехал своим лэндом. На меня застанили. Я расстреливаю невидимых. И эти барракуды. Вечные барракуды. Любая объекта неузвимости. КФК стали. Убиваю ему командира Таун. Тут, кстати, я убил строителя. Всё-таки получилось у меня это сделать. Тут потихоньку он застраивается. Командный пуск, ауе он ещё застраивает. Я поехал ещё дальше. И нету библиария. Опять он убил меня библиария. Получаю орбитальный удар. Не могу посадить, потому что всё. Баганулась, застряла. Теряю свой лэнд. Теряю своих терминаторов. Очередная ошибка. Дредноут прогоняет воинов огня. Да, надо было использовать дредноут в поддержке. Снайперов. Что ты, давай, Мастодонт, что ты хочешь? Чем ещё убивить? Скидываю дредноута. Начинаю убивать ему строителя. Или не надо было заходить сюда войсками, когда при первой атаке надо было, наверное, застроиться тут. Отжать у него остальные базы. Пускай он не сносил бы, захватывал бы, но не смог бы застроить. Самое главное, чтобы строителя не вывезти. Подвёл бы сюда вихря. Начал бы обстреливать просто. Тауси-то. Бежал этими космодесантниками ломать ему тут базу. Нас было, наверное, его зажать на этой базе. И постоянно долбить его десантом. Наверное, так надо было делать. В принципе, дредноуты поддержки неплохо прогоняют. Собираю новые войска. В принципе, попыток было много. Начинаю расстреливать воинов огня. Уничтожают у меня ракетные турели. И тут, как у нас зло, стоит эфирил, который подсвечивает моих невидимок. Всё-таки, удаётся мне прогнать. Скидываю орбитальный удар. Продолжение следует... В общем, поплывал я. На последних игр, на последнем противнике. Снова орбитальный удар. Да, очень жирные эти собаки. Кто-то говорит, что ой, собаки это беспонтовы, зато ничего подобного. Собаки очень отличные. Мало кто их использует. Ведь эти собаки в данный момент делают игру. Невидимки, собаки и барракуды делают игру. Собаки никак не умирают. Все больше и больше, как-то. Снова остался у меня только Лендрайдер и Терминатор, которые спрятались внутри. Не хватает урона, чтобы убить этих собак. Все равно бы он, наверное, и моих снайперов бы убивал этими собаками. Не знаю. Пытался этот... Невидимками, вот теперь только сыграть. Потом уже подумал. Ну, значит, надоело играть. Тут дрочить, сидеть. Пишу, окей, ты выиграл. И, видимо, как зависла игра, я ливнул. Давайте посмотрим счет. Так, я по армии набираю 4100. Астека набирает 3290. Остальных не буду зачитывать. Так, убито мной 416. Потеряно 274. Уничтожено здание 75. Потеряно здание 13. И... Размер армии 316. Так, у астеки убито 407. Потеряно 299. Уничтожено здание 40. Потеряно здание 24. Топ-1 по ресурсам занимаю я. И самый технологичный тоже я. Такой вот бой, ребята. Да, проиграл. Немного подгорел под конец. Начал ерунду делать. Не собрался. Ну, видите. Приходишь после работы. Еще сонный. Сидишь, играешь. Все это как-то влияет. Хорошо бы играл бы. Не спеша играл бы. Если бы и сидел бы. Что занимался именно каналом. Что получилось, то получилось, ребята. Не буду оправдываться. Да, я проиграл. Остойко сильнее меня оказался. Но... Надеюсь, мы с ним еще поквитаемся. Так что... Ну, год назад я проигрывал многим. В данный момент проигрывал уже немногим. Можно вот так сказать даже. Остается подтянуть режим 1-1. Как всегда, я еще в режиме 1-1. Ну, было еще тот. Надо побольше играть в этом режиме. Но со временем мы все равно будем играть больше. Спасибо всем за просмотр. Ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И не подгорайте, как мастодонт. Будьте терпеливы. И доигрывайте достойно. Всем мира и спокойствия, ребята. Пока-пока.